Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Значение этих слов в том, что если эта община осмелится, унижает насмехаться и обсуждать ученых, то в таком случае и послание, которое они несут, также подвергнутся нападкам. И исходя из этого, это и является признаком лицемеров. Потому что они дискредитируют ученых, насмехаются над ними, покушаются на их честь и достоинство, выискивают у них ошибки. Почему они так поступают? Потому что они понимают, что статус послания, который они несут, пойдет так же низко, как и репутация несущего его. Другая сторона вопроса – это культивирование личности ученого. И в исламе нет такого понятия. Он не святой, при том, что у него есть особый статус и положение, которое указал ему Аллах, возвысив его. И кроме них, Аллах никому не даровал подобное положение, сказав, Аллах возвышает по степеням тех из вас, которые уверовали тех, кому даровано знание. И эти уровни, на которые поднял Аллах ученых, не способен поднять никто иной, и эти уровни необходимо сохранить в том виде, в котором установил их Аллах. И эти уровни не одинаковы среди ученых, исходя из величины тех знаний, которые они освоили. И это вовсе не подразумевает непогрешимость ученых. И это не значит, что его решение в абсолютном виде отражает решение Аллаха. И это также не значит, что мясо других не отравлено, и их можно поедать посредством наговоров. Также выделение Аллахом ученых не дает им статуса, при котором они не могут быть спрошены за свои поступки и слова. Напротив, с них могут потребовать объяснения своим упущением, тем более, когда ошибки ученых велики в сравнении с ошибками обычных людей. Потому что он носитель послания, и он должен отчитывать себя. Вторая сторона вопроса — личность ученого. Он должен быть скромным перед людьми и обходительным с ними, проявляя к ним милосердие и мягкость. Он не должен быть перед ними высокомерным. Напротив, он должен быть ближе к людям в своих словах, делах, манерах и даже одежде. Он должен быть одним из них. Он должен быть скромным, здороваться как со взрослыми, так и с младшими. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был господином снова Адама. И Адам, и все человечество после него будут под знаменем посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Но несмотря на такое высокое положение посланника Аллаха, он был скромен и не был высокомерен по отношению к людям. Был мягок, помогал людям в их нуждах и даже сам выполнял свои домашние дела, помогая семье. Как это передает Аиша, саллиллаху алейхи вассалям, помогал своей семье по дому. Мыл одежду и свои обувь, занимался общественными делами, убирал мусор с улиц, помогал в решении личных проблем нуждающимся. И это все без чрезмерного проявления скромности и без возложения на себя непосильного. Да наделит вас Аллах благом. Продолжение следует...